друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал где на ежедневной основе мы публикуем аналитический контент тех кто знает наверняка согласитесь то что этот контент явно помогает принятие торговых решений ну что на финансовых рынках сейчас реализуется пожалуй самый главный и самый страшный риск который только мог реализоваться ковид с которым мы хотели уже расстаться давно и не касаться этой темы учитывая компании по вакцинации снятия карантинных ограничений снова во всех сми новый штамм дельта его активное распространение заставляет участников рынка вновь переживать за то что регионы будут вынуждены прибегнуть к повторным ограничениям мерам социального дистанцирования локдауном комендантским часам и тому подобное конечно же это все значительно омрачает рыночное настроение заставляет трейдеров бежать просто из-за всего что имеет отношение к риску в расположении тех инструментов которые характеризуются защитными свойствами вчерашняя динамика нефти явное тому подтверждение серьезнейшие распродажи максимальные за очень большой промежуток как времени я даже не припомню были ли такого формата и масштаба сброса котировок бренда и WTI вот с начала двадцатого года когда мы только узнали о ковиде а сейчас ситуация повторяется некоторое время назад мы обсуждали сделку опек именно факт достигнутого компромисса между объединенными арабскими эмиратами и скажем так лидерами стран опек плюс особской аравии россии о том что с августа объем нефтедобычи будет увеличен на 400 тысяч это потенциально до конца года добавить на рынок 2 миллиона баррелей в частности объединенные арабские эмираты добились того чтобы пересмотрели базовый уровень нефтедобычи и эти изменения вступит в силу в мае 2022 года то есть фактически через год и уровень нефтедобычи от которого будет фактически базовый уровень нефтедобычи от которого будет отчитываться квоты на ежемесячной основе для объединенных арабских эмиратов увеличены почти на 350 тысяч но саудовская аравия россия себя также не обделили их базовый уровень нефтедобычи на этот же период времени повышен на 500 тысяч баррелей а сутки сухом остатке по этой сделке друзья до конца этого года на рынок поступит 2 миллиона баррелей нефти сутки если бы мы сейчас не говорили с вами о рисках связанных с к видом с распространением дельта штамма и не транслировали бы явно присутствующие панические настроения что самолеты снова поставят в ангары и страны будут закрыты то тогда конечно же рынок сейчас активно бы рост потому что ожидание роста мировой экономики восстановление темпов мировой экономической активности на фоне явно явного показателя дефицита предложения это было бы отличной средой для того чтобы культивировать вот эти идеи длинные позиции но сейчас рынок фокусируется на другом то что предложение растет со стороны страна пик плюс и параллельно есть риск того что спрос будет снижаться из-за ухудшения ситуации с к видом вчера котировки бренды да будет и фактически можно сказать потери там в рамках 10 на процентов это страшная динамика и несмотря на то что голландс акции сити сейчас продолжают настаивать на том что ниже бренды WTI уже не пойдут и верят исключительно в обычаи перспективы рынка углеводородов я все-таки принято решение пока что от торговли нефтью казаться друзья к длинным позициям можно будет вернуться только после того как котировки снова восстановится там в район 73 74 долларов за баррель и нужно конечно же чтобы в этот момент мы добились подтверждения статистикой того что количество заболевших в планетарном скажем масштабе уже не представляет такой угрозы не составляет трейдеров вам опасаться за новые ковидные времена дальше идем европейская валюта и параллельно с евро мы рассматривали фунт здесь я шарты сохраняются причем по евро цель 117 картина не меняется я рекомендую смотреть на индексы ночных настроений пока что все располагает к тому что мы будем работать с психологией трейдеров будем идти против толпы и с другой стороны евро это эталон риска как например среди валютного рынка так же как и американские индексы среди фондового рынка евро будет корректироваться ближайшая цель на мой взгляд 117 50 117 ранее я предлагал вам шартеть с целью 117 сейчас котировки 117 89 по фунту более динамичное снижение потому что здесь к видная тема очень остро сейчас раскрывается в негативных тонах потому что количество заболевших в англии продолжает расти и сейчас на ежедневной основе фиксируется почти пол сотни тысяч случаев это катастрофические цифры но есть то что есть по данным бломберг количество заболевших сейчас в расчете на численность пересчете на численность населения в англии в 4 4 раза выше чем еврозоне в 64 раза выше чем в сша возможно статистика на самом деле еще хуже и все это друзья скажем так приправляется тем что с понедельника в англии были окончательно сняты карантинные ограничения многие считают что такой поступок правительства является безответственным но видимо правительство знает что делает количество заболевших растет при этом отменяют масочный режим вот можете сами сделать выводы я думаю что вывод простейший напрашивается сам собой что динамика ухудшится только в ближайшие дни хотя правительство англии считает что уже выработанный коллективный иммунитет позволит все таки не допустить еще большего роста случаев я думаю что этого иммунитета нету 67 процентов населения великобритании уже получили вакцину притом такие показатели роста количества заболевших но что-то здесь не сходится поэтому я негативно смотрю на перспективу фунта потому что полагаю что рост количества заболевших это то что аукнется на перспективу британская экономика и здесь цели 136 сейчас котировки по паре фунт доллара 136 61 то есть фактически совсем чуть-чуть осталось биткойн вчера рынок криптовалют на вебинаре очень детально разбирали я представил вам несколько фундаментальных факторов доводов почему сейчас биткойн как эталон криптоиндустрии остается под давлением почему они снижаются были также и технический фактор я вас всех призывал друзья если а есть желание высказать обязательно пишите ваше мнение в комментариях давайте искать истину вместе но если вас интересует моя точка зрения я думаю что именно факт пробоя биткоином очень мощной поддержки на отметке тридцать одну тысячу который сейчас еще связан с фундаментальным фоном жестких ограничений контроля со стороны в рамках китая и ограничений касательно деятельности крипто биржа бинанса все это располагает к тому что биткойн скорее всего еще не достиг своего дна и на мой взгляд те распродажи которые начались активно вчера могут быть легко продолжены и ближайшие цели может выступить поддержка 20 тысяч или даже ниже соответственно при таком раскладе альткойны будут нести еще большие потери если вы искали возможности войти в рынок криптовалют искали какую-то оптимальную точку друзья сейчас нужно миллион раз подумать прежде чем открывать новые оппозиции и по остальным инструментом индекс доллара 92 88 корректируемся мы с локальных максимумов 93 04 я очень надеюсь то что эта динамика коррекционная доллара она связана с тем что на рынок вернулась нормальное поведение что ли трейдеров а когда снижаются доходность американских трежерис доллар должен лететь вниз и а золото расти золото как раз сейчас снова восстанавливается 1816 долларов за тройскую унцию цели прежние 1840 1850 а в отношении американской валюты здесь все по-прежнему зависит от будущих решений фрес касательно процентной ставки программы количественного смельчения сейчас нет конкретных установок на то что фрс ужесточит политику поэтому текущий рост доллара это только лишь ставка на бакс как на защитный актив но доллар уже не такой уж и защитный инструмент поэтому я склонен полагать то что разворот доллара произойдет уже в самое ближайшее время друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего торговой сессии всем пока